АПЛОДИСМЕНТЫ Непринятие чужой веры. Все остальные воины тоже по этой причине возникали. Нет другой причины убийства и кровопролития людей, чем непринятие другой веры. Это непринятие чужой веры означает, что Бог наш. Что это означает в буквальном смысле слова? Что Бог только в моей культуре и вере как бы настоящий, а в остальных культурах и верах Он не настоящий. Но веды интересно это объясняют. Смотрите, если святые люди есть в какой-то духовной традиции, значит Бог с ними имеет отношение. Человек не может быть святым, если он не имеет отношения с Богом. С этой точки зрения можно принять, что католическая церковь тоже настоящая, истинная. Почему? А потому что в этой церкви жила мать Тереза. Вот если вы не считаете, что она святая, то это уже ваши проблемы. Потому что эту женщину хоронила вся Индия. Вся Индия. Хотя смотрите, это католичка женщина, а Индия вся. Она в основном индуизм имеет, да? Ну там мусульманство, индуизм. Мало, допустим, христианства в Индии. Ну тоже есть сейчас. Но тогда было достаточно мало. Вся Индия хоронила мать Терезу как национального героя. Еще Махатму Ганди. Двух человек всего. По центральной улице Дели, то есть шли колонны с людьми. Одного маленькую женщину худенькую хоронили. Потому что это святая женщина. Она перевернула сознание миллионов людей. Но она была католичка при этом. И что она не святая. Бога нет, значит, в католицизме есть. Просто не всем хочется это принять. А это уже означает, что нет в сердце Бога по-настоящему. Когда у человека в сердце Бог, он не думает о том, где еще он есть, где его нет. Он просто ему служит и все. Он не беспокоится о том, как Бог строит отношения с другими верами. Его это не волнует. Ему главное к нему прийти. А если у человека сильно Бог в сердце проявился, он начинает видеть, что Бог также проявляется в сердцах людей других духовных традиций. Это уже означает очень развитый человек в духовной жизни. Очень развитый. И в божественном мире в этом нет противоречий. Мы их сами создаем. Этот мир создан для мира, а не для войн. Но из-за того, что у нас есть фанатизм, означает атеизм. Фанатизм означает атеизм. Вот тогда возникают войны. Это скрытый атеизм. Религиозный фанатизм, ненависть чужой веры — это скрытый атеизм. Это значит, что ты не понимаешь волю Бога. В этом заключается.